Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о гиперпролактинами. Это стойкое повышение пролактина в сыворотке крови. Что же может привести к подобным проблемкам? Есть несколько причин. Первая группа – это физиологические причины повышения уровня пролактина. К ним относятся стресс, чрезмерные физические нагрузки, также недостаток сна. Я говорю, что недостаток сна в целом бьет по нашим гормональной системе, ну просто как, соответственно, ядерная ракета. Поэтому будьте внимательны с вашим режимом сна и отдыха. Конечно же, беременность и лактация меняют уровень пролактина. Это одна из важнейших его функций – беременность и лактация. Половой акт тоже способен изменить уровень пролактина в крови. Значит, следующая группа причин повышения пролактина – это уже, соответственно, патологические причины, которые не в норме, да, изменяют наш организм. Ну, соответственно, это же изменение гипоталамогипофизарной системы, к ним может относиться и фильтративные процессы в головном мозге. Ну, проще говоря, это когда по какой-либо причине идет, как бы, скопление, да, в тканях головного мозга элементов примеси крови и лимфы. Значит, кисты головного мозга, да, представляете, то же самое, то есть они там куда-либо начинают давить, приходят изменения, адемномогипофиза туда же, значит, опухоли железистых тканей гипофиза. Конечно же, различные онкологические заболевания тоже могут увеличивать количество нашего пролактина в крови. Также к повышению уровня пролактина могут такие нетипичные заболевания, да, казалось бы, приводить, то есть, ну, как бы, вызывающие, так скажем, общую поломку гомеостаза. Ну, это инфаркт миокарда при циррозе печени, при гипотириозе, вот особенно, кстати, щитовидная железа и пролактина, они очень так завязаны. Синдром поликистозных яичников, конечно же, будет менять уровень пролактина, травмы грудной клетки, различные операции, задевающие различные органы системы в организме, да. Также следует помнить, что при определенных фармакологических препаратах может повышаться уровень пролактина, дорогие друзья. Не могу здесь не затронуть, не сказать о моей любимой теме о гормонально-заместительной терапии. Ну, отмечу, что, соответственно, при гормонально-заместительной терапии, конкретно у спортсменов, спортсмены очень часто, с одной стороны, либо сильно гасит пролактина, это несет, конечно, свои побочные действия, как на костный аппарат, так, возможно, и появление фрункулеза в этом случае, ну, короче говоря, вообще неприятно. И, соответственно, вторая крайность, когда у спортсмена повышен уровень пролактина, он уже ушел, прям так заметно ушел за свои пределы референса, да, значений. Он боится его начать пить кабергалины в нормальном количестве, да, чтобы погасить этот уровень. В общем-то, дорогие друзья, здесь меня опять понесло, понесло куда-то, я даже с вами не знаю, куда, поэтому, если вам интересна тема гиперпролактина МИИ у спортсменов, гормонально-заместительной терапии, напишите мне, пожалуйста, в комментариях об этом, и я, пожалуй, сниму отдельный видеоролик, потому что этот видеоролик, он получается очень-очень глибным. В общем-то, жду ваших лайков, комментарий, подписывайтесь на канал, а мы продолжаем. При приеме гормональных контрацептивов тоже может повышаться уровень пролактина, а также при приеме нейролептиков, антидепрессантов, антикальвульсантов, антигипертензивных препаратов и даже антигистаминных препаратов. Это те препараты, которые, соответственно, нейтрализуют работу гистамина, то есть устраняют ваши аллергические реакции. Если у вас выявляется повышение уровня пролактина, то вы должны вспомнить все препараты, которые вы принимаете, и сообщить врачу, чтобы он мог понять, вызывает ли тот или иной препарат, который вы принимаете, гиперпролактина МИИ. Как определить уровень пролактина? Изначально обычный пролактин, да, вы можете взять, сдать, пойти в лабораторию сами, для этого не обязательно подбирать какой-то день цикла мужчинам, так вообще понятно, проще всего. Все истории про макро-микропролактин и зависящие от него гормоны, которых безумное количество, их множество великое, да. Соответственно, ну, это уже врач вам подскажет, сдавать, не сдавать, как сдавать, то есть здесь, наверное, нет универсального совета для всех, потому что если я сейчас перечислю все гормоны, которые взаимозависимы с пролактином, это получится огромный список, это бессмысленно, вот. И речь в данном видео идет все-таки об, соответственно, просто про лактине, и когда вы уже, соответственно, сдаете пролактин, видите, что он повышен, и тогда уже можно в случае, соответственно, с девушками, да, как-то более подробно исследовать. В случае со спортсменами, как правило, мы сразу, да, потихонечку, постепенно начинаем гасить пролактин, а в некоторых случаях и достаточно быстро. То есть все зависит, насколько у спортсмена поднялся пролактин и на фоне чего. Если спортсмен у нас чистый, да, он не принимает экзогенные препараты тестостерона, другие гормональные экзогенные препараты, то есть просто занимается на своих, так скажем, гормонах, и у него поднялся уровень пролактина, мы, как и обычного человека, должны, соответственно, внимательно к этому отнестись. Ни в коем случае можно, конечно, если речь идет о геникомосте, о каких-то изменениях, которые мешают, да, уже клинику какую-то в себе несут. Если сильно поднялся пролактин, тоже симптоматически его погасить. Но самое главное, самое главное здесь, иметь онкологическую настороженность и выяснить, соответственно, в результате чего поднялся пролактин. Из моих клинического опыта могу сказать, что очень часто, когда я начинал копаться, мы делали МРТ мозга, и очень много было, находилось кист, опухолей мозга, на практике такое было. И у моего очень хорошего приятеля, даже, правильно сказать, учителя, онколога, он работал долгое время в Блохина, я вот у него советовался, всегда спрашивал, также называют всегда, соответственно, высокий уровень пролактина, как такой онкологический маркер. Поэтому, если, допустим, человек применяет экзогенные препараты, да, тестостерона, какие-то анаболические стероиды применяет, это именно, обратите внимание, анаболические гормоны, туда же входит инсулин, кстати говоря, это всегда повышенная онкологическая настороженность. А если еще и вырос пролактин на этом фоне, а многие спортсмены боятся гасить пролактин, да, вот, то, соответственно, конечно же, риск заработать онкологическое заболевание, если есть активный онкомаркер, если есть какая-то история, если не семейный анамнез этому предполагает, да, это развитие онкологических заболеваний, риск вот этих вот событий онкологических, он, к сожалению, очень сильно возрастает. Поэтому, спортсмены, будьте внимательны, обычно мы гасим, соответственно, до середины референсных значений, потом они немножко даже выше референсных значений вырастают от пролактин, и гасим достаточно срочно, потому что у спортсменов на гормонозаместительной терапии очень высокие цифры пролактина. Дорогие друзья, с вами был Кравцев Сергей, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, напишите мне, какие причины, да, вам интересны по увеличению пролактина, да, какие для вас наиболее близкие, можем разбирать онкологию, можем разбирать гормонозаместительную терапию, можем разбирать, ну, какие-то частные случаи не совсем я смогу разобрать, потому что, опять же, нужна история болезни, исследования какие-то нужно назначать, то есть фактически это нужно в режиме онлайна гонять вас на исследования. Чаще всего происходит МРТ-мозда, да, назначается, чаще всего выявляются кисты, как минимум, и, соответственно, это приводит к различным изменениям гормонально, в том числе и повышению уровня пролактина. Ну, не забывайте про стресс, не забывайте про разные мелкие факторы, да, их тоже может быть великое множество, поэтому тут все в куче, нужно исследовать, смотреть, но я для себя всегда выделял онкологическую настороженность, потому что если мы лишний раз человека проверим, хуже не будет, и мы поймем, есть ли, сдадим там онкомаркеры какие-то, да, мы поймем, что здесь переживать нечего, да, бояться нечего онкологии, а вот если мы, соответственно, человека не проверим, то этот вопрос будет стоять, да, под вопросом, вопрос стоящий под вопросом, тавтология. Ну, да ладно, дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, я вас всех жду в инстаграме, в общем-то, что еще на своих онлайн-консультациях, конечно, кому интересно, пожалуйста, буду рад вам помочь, да пребудет с вами здоровье!